Меня зовут Миша Нодельман, я скрипач. Для меня, конечно, огромная честь быть среди этих портретов. Огромная честь, конечно, стоять между Борисом Немцовым, Алексеем Навальным, Карамурзой. Я могу перечислять и дальше. Здесь, конечно, не хватает еще 15 тысяч убиенных украинцев. Но просто плакаты бы не поместили. Моя композиция посвящена этому. Это беда Высоцкого. Эта песня заканчивается словами «А беда на вечный срок задержалась». Давайте постараемся все вместе снять это проклятие, которое висит веками над нашей Родиной, которая убивает своих лучших представителей, выгоняет их за границу, травит. Давайте держаться друг к другу. Моя страна в 2014 году развязала войну. Это было очевидно еще даже до так называемого Крымского референдума. На всем протяжении Майдана чувствовалось, как атмосфера сгущается, нагнетается. Так называемые федеральные телеканалы проводили жуткую совершенно информационную пропаганду, иначе это и не назвать, пропаганду ненависти. И было очевидно уже тогда, что «Небесная сотня» — это, конечно, тоже жертвы путинского режима. Что это не просто Янукович, а это именно рука КГБ. В 2014 году, в день референдума, случилось так, что я в Кёльнской филармонии именно в день референдума в 11 утра играл замечательное антивоенное произведение со своим оркестром «Военный реквием Бенджамина Бриттена». И я понял, что я просто не могу пройти мимо, как россиянин, против этой несправедливости. Для меня это было очевидно, что началась война, причем она перешла из холодной стадии в стадии разжигания в ее горячую фазу. И я поднял украинский флаг с надписью «Нет войне», «No war» в Кёльнской филармонии. Полторы тысячи человек разразились аплодисментами. Это был очень важный месседж не только для Украины, для моих друзей и для страны, которую я люблю, для той революции достоинства, которая свершилась, но это был месседж и для моей страны. Моя страна вершит преступление. Я прекрасно помню, ну как помню, это память генетическая, что произошло с моей семьей в Германии. Дело в том, что мой дед был берлинский скрипач, он 30 лет жил в Берлине, родом из Киева, а его отец, киевский портной, отправил своих детей, Розу и Наума, учиться в Берлин. И они так и остались, учились и работали. Роза-пианистка, Наум-скрипач. Они до 35-го года жили счастливо в Берлине, пока нацизм шаг по шагам не набрал свои обороты. И в 35-м году они вынуждены были уехать отсюда. Наум взял корабль на Ленинград, а Роза уехала в Америку. И больше они никогда не увиделись. Поэтому то, что происходило в 30-е годы, в 33-м году происходило в Германии, это происходит на наших глазах, к сожалению. Происходит с нашей страной, происходит с нашим, в хорошем смысле, братским народом, с Украиной. Это чудовищное преступление. Я просто не мог смолчать как россияне. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»